Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, пчеловоды! Здравствуйте, граждане Украины! Сегодня я, Фурсов Виктор, энтомолог, и я сотрудник Института зоологии Академии наук Украины. Я в центре Киева, около Михайловского Златоверхового собора. И вы видите за мной вот такой букетик на берег. Потому что сегодня 19 августа 2014 года, и сегодня праздник Спаса, яблочного Спаса. А вы знаете, что это праздник преображения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Именно яблочный Спас, 19 августа. А вот на прошлой неделе, 14 августа, был медовый Спас, или первый Спас. А вот этот букетик называется маковейчик. И на маковейчике здесь разные цветочки. Здесь есть и рябина, здесь есть пустырник, тимьян, мята, есть тысячелистник, чертополох. И вообще он замечательно пахнет. Поэтому это оберег. Его нужно осветить. А на яблочный Спас светят яблоки, светят фрукты, светит виноград, приносит их в дом. А еще я хочу сказать, что здесь, здесь во дворе Михайловского собора, историческое место. Это место называется Владимирская горка. Здесь, примерно в 200 метрах, памятник князю Владимиру, крестителю России. Считается, что крещение Руси было в 988 году н.э. Сейчас уже более тысячи лет христианства на Руси. А здесь рядом еще есть памятник княгине Ольге, святой княгине Ольге, Кириллу и Мефодию, архангел, апостолу Михаилу. И апостолу Андрею Первозванному. И здесь все это рядом. А чуть-чуть дальше здесь Софийский собор, Софийский златоверхий собор. А здесь на фронтоне Михайловского собора здесь золотое, золотое скульптура архангела Михаила, покровителя города Киева. Здесь святое, историческое место, центры Киева. А еще сегодня я хочу сказать, что 19 августа это день пчеловода, а украинский день джалера, день пасечника. И для этого у меня есть сюрприз. Хочу поздравить всех пчеловодов с этих праздником, потому что это настоящий праздник тружеников пчеловодов. А вот это вот пчеловодческая маска, да-да, сеточка, которая должна оберегать от пчел. С пчелами надо трудиться. Пчеловод – это рабочая специальность, требует ума, усилий, усердий, любви к людям, к пчелам, к жизни. А за это пчелы вознаграждают пчеловода вот такими рамочками. Вот я возьму такую рамочку, как скрипочку. А эта скрипочка приехала сюда на праздник Спаса, который празднуется в разных местах Киева, в том числе и в Киево-Печерской лавре. Потому что Киев славен своей историей и славен пчеловодством. Из Киева мед уже уходил под Днепру, Византию, Венецию, под Днепру в те годы еще до христианской Руси. А потом он шел наверх, через Двину, туда, в скандинавские страны. И мед, и воск – это было то, что производил Киев, обменивал на золото и серебро соседними странами. А вот этот продукт, мед и воск, производился уже больше тысячи лет. Тогда его производили в разных и в соборах, и в монастырях, и в Киево-Печерской лавре, и в Михайловском соборе, и в Софийском соборе. А Ярослава Мудрого был свод законов, который регулировал пчеловодство, который запрещал разорять Бортий, или те самые дома пчел, потому что они были дороги, потому что они давали мед, воск, а потом еще и сладкий, вкусный медовый напиток, медовуху, медовое вино, которое славилось по всему миру. Именно этим славился Киев и государство, которое было здесь, на этих исторических холмах. А пчеловоды, которые сейчас работают, они молодцы, они сделали праздник пчеловода, праздник Джилера. В 1997 году появился праздник пчеловода на Украине. Благодаря тому, что в 1989 году в Киеве появился научно-исследовательский институт пчеловодства имени Петра Прокоповича. Того украинского пчеловода, который усовершенствовал пчеловодство. И вместо раебойного пчеловодства, когда всех пчел замаривали дымом, он изобрел рамку. И пчеловодство стало рамочное. А улей его первой назывался втулковой, потому что его изобретение дало вот такие рамочки. Может быть, немножко другие изобретений. Нет конец. Каждый третий пчеловод-изобретатель на Украине. Он, как все пчеловоды, усовершенствует и рамочки, и свои ульи. А вот, говоря о пчеловодах, не могу не сказать, что вот как раз и книги, например, некоторые библиотеки, которых я хочу показать. Я уже сказал, что институт пчеловодства был организован в 1989 году. Основатель института и первый директор института Леонид Иванович Боднарчук. А вот его книга, здесь как раз про ульи, которые и про их историю. А в этом году был отпразднован 25 лет института пчеловодства. А втулковому или рамковому улью Петра Ивановича Прокоповича 200 лет в этом году. А пчеловоды Украины молодцы. Вот они сорганизовались и смогли напечатать три таких тома трудов Петра Ивановича Прокоповича на разных языках переведен Прокопович. А вот благодаря им в 2010 году были опубликованы три этих тома Петра Ивановича Прокоповича на украинском языке. И о том и о его улье, и о его школе, которую он организовал в Черниговской области, где он организовал первую школу пчеловодства. А сейчас в Украине разные пчеловодческие организации и объединения, которые объединяют пчеловодов. Это и общественная организация Спилка Пасечников Украины, это Товариство Джолериф Украины и разные другие организации региональные, которые есть и на Дэщине, на Тернопольщине, на Херсонщине, в Львовщине. Всех их объединяет одно. Они любят пчел, они любят пчеловодство, они собирают мед и делятся этим с людьми. Каждый вступает в эту маленькую организацию или в большую с тем, чтобы поделиться своими знаниями, чтобы принести, дать свой вклад для людей или своим медом, или своими знаниями, или знаниями о том, как разводить, содержать и любить пчел. А вот эти книги. Это основоположники пчеловодства. В институте пчеловодства имени Петра Прокоповича в этом году была опубликована вот эта книга основоположники отечественной школы пчеловодства. Здесь десятки имен украинских пчеловодов. Это и Ветвицкий, и Шимановский, и многие-многие другие, которые известны по всему миру, не только в Украине. Так что, чтобы любить пчел, учитесь у пчел, читайте книги, и прежде всего любите пчел, любите жизнь. Всего сейчас, в 2014 году, все как-то не просто в Украине. А посмотрите вокруг. Храм Божий около нас. Цветы цветут, люди живут, дети рождаются. Дорогие пчеловоды, поздравляю вас с праздником пчеловода. С Днем Джилера, с Днем Пасечника. А я еще энтомолог. И это праздник для энтомологов, потому что энтомологи любят пчел. Желаю вам здоровья, здоровья вам, хороших пчел, желаю вам хорошего медосбора. Чтобы вы любили пчел, любили пчеловодство, делились этим знанием с людьми, и знанием, и продуктами пчеловодства. И люди тогда будут радоваться и любить вас, пчел и пчеловодство. Успехов всем! С праздником! Пчеловодство!